Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать вот такую киетнюю воздушную прическу. Последнее время на всех фото в инстаграм, ну практически на всех, я именно с такой прической. Не знаю, как-то придумала я ее в один день, как-то вот уложила вот так вот волосы, уложила так челку, забрала волосы, потому что тогда в тот день, по-моему, было ветрено. И мне настолько понравилась эта прическа, потому что она реально занимает просто 3 минуты, но выглядит так, как будто вот вы прилагали усилия для того, чтобы ваши волосы лежали красиво и выглядели ухоженно. В общем-то, если вам интересно посмотреть, как я ее сделала, обязательно продолжайте смотреть. И заранее прошу прощения за какие-то огрехи, там, может, небольшие. Я всю эту прическу делала без зеркала, использовала только мониторчик маленький от камеры, поэтому, если где-то там что-то вылезет, там, ну, петушок какой-нибудь или еще что-нибудь, я вас очень прошу на это не обращать внимания, потому что зеркалом, естественно, все сделать намного проще, но вот здесь, вот в этой обстановке я зеркало никак не могла приспособить. Поэтому, в общем-то, да, переходим к самому видео. Все, что нам нужно для этой прически, это очень мало вещей, на самом деле. Или простая расческа, которой вы будете расчесывать волосы, потом круглая щетка, которой вы будете, собственно, укладывать челку. И я еще использую три продукта, которые я вам уже показывала в покупках. Первое – это термозащита, которая, естественно, спасает волосы при частых горячих укладках. У меня от Брелил называется Ультра Лис Спрей. И также я буду использовать вот такой вот спрей от Шамту, который придает объем. Это взрывной объем спрея с экстрактами фруктов. Очень многие спрашивают у меня, где я его заказывала. На самом деле, нигде я его не заказывала. Я просто в супермаркете в Сильпо нашла. Для тех, кто в Одессе, в Сильпо, в сети-центре на Таирову. Они очень странно там расставлены, потому что они даже не в ряд стоят, а как-то каждый из запахов этого средства, он стоит по отдельности. То есть на одной полке может стоять просто вот такой вот маленький, такой вот узенький ряд вот этих, например, запахов. Где-то там еще внизу другой запах. В общем-то, присмотритесь, поищите, я думаю, вы найдете. И что мы, собственно, делаем? Распускаем волосы. Я всегда такие прически делаю на свежие вымотые волосы, потому что потом они очень хорошо держатся. И, значит, первое, что нужно сделать, это сбрызнуть их термозащитой по всем кончикам. Особенно в этом нуждаются кончики волос, потому что они первые, наверное, страдают от всяких укладок. Тем более, у меня тоже челка есть, поэтому я ее тоже сбрызгиваю. Короче говоря, вы поняли, сбрызнуть термозащитой. Дальше я беру вот этот вот спрей от Шамту и наношу его на корни, там, где мне, в принципе, нужен будет объем. Вот буквально пару раз брызнула, потом вот так вот растерла. Буквально совсем немножко мне нужно его нанести. Если его слишком много нанести, то могут потом волосы как склеиться, знаете, и будет не очень приятное чувство. И еще люблю на затылке тоже пару раз сбрызгивать. Теперь я не буду вам показывать какие-то супер профессиональные техники сушки волос. Закидываете голову обратно. С этого ржут все стилисты, которые работают с волосами. Но реально это самый крутой домашний способ высушить волосы и получить объем. Просто вот так вот закидываете волосы вниз, сушите феном. И как только я это сделаю, сразу вернусь к вам. Волосы я только что высушила, и теперь посмотрите, какой у меня бешеный просто объем получился. Теперь что нужно определиться? Где у меня будет пробор? Для этого беру расческу. И пробор я люблю делать довольно глубокий для этой прически. И тоже эта прическа намного лучше подходит, если у вас так же, как у меня, есть слои. Вот если вот эти волосы здесь, верхний слой намного короче, то будет выглядеть лучше. Следующий шаг это сделать хвостик. Для этого я беру вот так вот довольно низко свои волосы. И все, что хочет вывалиться, я ему даю вывалиться. В общем-то вот эта часть у меня зачастую вываливается. И все остальное, то, что как бы просится у меня в хвостик, я зачесываю аккуратно. И теперь я делаю низкий хвостик. Резинку зачастую выбираю абсолютно любую, какая мне там подходит по цвету, под наряд. Проделываю дырку между волосами и продеваю туда свой хвост. Таким образом получается вот такой вот вывернутый хвостик, который очень красиво смотрится. Этот хвостик зачастую я укладываю на противоположную сторону от челки. Можно его также немножко, скажем так, вот так вот сделать пальчиками, для того, чтобы он был более объемным, потом зафиксировать это спреем. Но я это не делаю для того, чтобы лишний раз не травмировать волосы. Все, что вам остается теперь, это вот решить вопрос вот этой копной волос. Ее я снова сбрызгиваю термозащитой, потому что челка очень сильно страдает от постоянной укладки. И все, что мне осталось, это взять часть волос и вот так вот накрутить на круглую расческу. После чего мне их нужно высушить будет феном. Сейчас я отключу звук, чтобы вы это не слышали, но суть вы поймете. И вот в итоге у меня получается вот такая очень объемная челка. Я даю ей немножко остыть, после чего сбрызгиваю лаком. Вот и все. Я надеюсь, что вам понравился мой способ укладывать волосы. Если у вас похожая стрижка, вы можете делать такую же. Реально это занимает, может, максимум 10 минут со всеми сушками головы, там с брызгиваниями разными средствами и так далее и тому подобное. Смотрится реально классно. Если эту часть волос вот спрятать, то можно подумать, что у вас вообще вот какой-то бок очень короткий. Тоже способ немножко все подизменить и показаться, скажем так, в новом образе и при этом не обстригать всю длину волос. В общем-то, если вам понравилось, не забудьте поставить мне палец вверх, подписывайтесь на канал и я увижу вас в следующем своем видео. Пока!